Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. На что нужно обратить внимание при покупке квартиры и как обезопасить себя, приобретая жилплощадь в строящемся доме? На эти и другие вопросы ответили представители прокуратуры и Минстроя Республики в ходе прямого эфира. Свои вопросы жители Чувашии задавали в реальном времени в социальной сети ВКонтакте в официальной группе «Чувашская Республика». Многих заботят, как правильно вести себя с недобросовестными подрядчиками и каким образом можно проверить историю владельцев вторичного жилья. Один из самых часто задаваемых вопросов – получение неустойки в случае задержки сдачи дома. «Вы должны в обязательном порядке сначала направить претензию застройщику. Возможно, застройщик добровольно возместит вам те суммы, которые вы хотите получить. И кроме неустойки вы можете через суд потребовать расходы по возмещению убытков, связанные с арендой жилого помещения, например, в котором вы проживали. Компенсация морального вреда, если вы будете предъявлять такое требование». В течение часа спикеры дали разъяснение по десяти вопросам. «Наша цель – разъяснить аудитории, те, которые заинтересуются, посмотреть, разъяснить аудитории основные моменты при приобретении жилья, какие законодательные моменты существуют, на что обратить внимание, какие вещи не стоит поддаваться, и, соответственно, объяснить людям уже на момент принятия решения о приобретении, чтобы они уже понимали, какие существенные условия нужно посмотреть при приобретении жилья. Мы хотим охватить большое количество населения и, соответственно, заинтересовать их данной темой». Подобные прямые эфиры будут проходить каждый месяц. Форма диалога удобна своей простотой и эффективностью. Помимо интернет-площадки, встречи будут транслироваться во всех отделах МФЦ по Чувашии. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Чувашии с началом дачного сезона заработали пригородные маршруты. С их помощью большинство жителей городов доберутся до своих участков. В реестр межмуниципальных маршрутов в регулярных перевозах Чувашии включено 4 сезонных. Они начинают работать в апреле и заканчивают в сентябре-октябре. Это 107, 117, 108 и 193 маршруты. Пассажиры могут воспользоваться и другими пригородными маршрутами. Садоводческие товарищества встречаются на пути следования практически каждого пригородного автобуса. Кроме того, Минтранс проанализирует состояние межмуниципальных перевозок. Это позволит с учетом предложений жителей внести коррективы в действующую транспортную сеть. В Чувашии сегодня 17 муниципальных образований, разделенные на сельские и городские поселения, районы и округа. Они и представляют собой власть на местах. Торжественное собрание по случаю дня местного соуправления прошло в театре оперы и балета. От эффективного взаимодействия жителей и местной власти зависит не только сегодняшнее состояние городов, сел и деревень, но и их развитие в перспективе. Местное самоуправление на самом деле мощный ресурс, чьи возможности только начинают ценить. За два года мы сделали. Это прям шикарно для села, очень красиво. Красота сейчас стала. По местной инициативе в этом году у нас очень много. Для нас проектов 36, почти на 14 миллионов. Также мы делаем, продолжаем. И мосты делают, и памятники, и кладбище. Сейчас уже в этом году больше стали делать, в этом году больше даже дорог стали, потому что там понравилось. Понравилось? Да, потому что люди уже видят, что действительно есть отдача, комфортно, красиво. Активность жителей и их желание сделать окружающую среду комфортной для проживания растет в геометрической прогрессии. Строятся и реконструируются дороги, детские площадки, социальные объекты. И все это основывается на местной инициативе. По количеству реализованных объектов сегодня в лидерах Красночитайский район. По инициативе бюджетирования у нас в этом году мы в проект вошли по 78 объектам. Из них сегодня по 58 торги состоялись. Из них по 52 проектам уже договоры подписаны. Можно сказать, работы уже, уже некоторые объекты кипят. Вот, скажем, если взять Новотайскую среднюю школу, где мы где-то заклонили ремонт работ на 46 миллионов. Сегодня там уже ремонтные работы, можно сказать, на 30% выполнены. Подрядчики обещают объект сдать в начале июля. И работы в этом направлении продолжатся. Неплохие результаты и у Аликовского района. Реализованные проекты у всех на виду. Там и по водонапорным башням в сельских поселениях, и ремонт грунтовых дорог. В общем, очень много проектов реализовали. Население очень охотно на это идет, потому что видит, что отдача от этого есть. То, что они деньги вкладывают, они видят, что и дороги построили, и башни поставили, новые водонапорные башни, и сети водонапорные проложили, и пруды чистили. На торжественном собрании самым лучшим вручили награды. Я благодарю всех за ту работу, которую мы с вами в течение последнего времени делаем очень последовательно. Для того, чтобы синхронизировать все те направления, которые утверждены в национальных проектах, государственных программах, мы с вами в прошлом году очень плотно поработали над программой социально-экономической развития Чувашьей Республики. Самое главное четко обозначить, каким образом мы достигаем намеченных целей. Неравнодушие жителей и их стремление благоустроить территории – еще и гарант эффективного использования бюджетных средств. Люди больше ценят то, что сделано с их помощью. Кроме того, так можно привлечь в экономику частные инвестиции. А это уже совершенно новая ступень развития. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевска, Андрей Шоклев. Республика. Чувашский язык и в памяти и на устах. 25 апреля ежегодно отмечается День Чувашского языка. В Чебоксарах торжества, посвященные этой солидной дате, традиционно прошли у памятника великому просветителю Ивану Яковлеву. День празднования чувашского языка выбран не случайно. 25 апреля родился просветитель чувашского народа и создатель современной чувашской письменности и алфавита Иван Яковлев. Всю свою жизнь он старался популяризировать родной язык среди молодежи, готовить молодые кадры учителей. Заслуга Ивана Яковлева и его сподвижников, выходцев из Симбирской чувашской школы перед народом и его культурой неоценима. И лучшее, что мы, потомки, можем сделать в память о них – сохранять и приумножать их наследие. Глава Чувашии посетил выставку, посвященную 150-летию чувашской письменности. На ней, кстати, можно было увидеть все чувашские буквари, начиная с самого первого, составленного Иваном Яковлевым. Фонд библиотеки у нас составляет 2 миллиона экземпляров, то есть наименований различных книг. И среди них всего 14 тысяч, примерно, чуть меньше. Это книги написаны непосредственно на чувашском языке. И это, можно сказать, не так много, и мы должны их хранить. Задача научного и творческого сообщества Чувашии – увеличить количество изданий на родном языке, чтобы он продолжал жить и развиваться. Яна Яранова, Юрий Марков, Республика. В Чебоксарах завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Таланты и поклонники», организованный МЧС России и Всероссийским добровольным пожарным обществом. Участие более 130 молодых авторов и артистов, представившие свои работы на противопожарную тематику в различных номинациях. Детский возраст является самым благоприятным для формирования полезных навыков и знаний. С 2010 года МЧС России совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом проводят конкурс «Таланты и поклонники», чтобы через творчество дети могли ярко и наглядно разъяснить своим сверстникам правила пожарной безопасности. Наша команда СОС, мы на конкурсе приготовили песни и стихи. Мы эти песни будем посвящать МЧС, чтобы они никогда не болели и ничего не боялись, мужественные были. Мужество пожарных действительно вдохновляет, поэтому у ребят не было проблем с выбором постановки. Разнообразие жанров, яркость костюмов, оригинальность рисунков и подделок на противопожарную тематику пришли оценить и будущие пожарники. Смотря на работу, честно говоря, удивляюсь, что работ действительно очень много, ребята талантливые и работа действительно интересная. Все здорово очень поют. Смахни крылами Русь, смахни крылами Русь, тебе есть гордость, мудрость вековая. Победителям вручили кубки, дипломы и подарки. Большинство наград заслуженно получили ученики Кадетского лицея имени Героя Советского Союза Михаила Кузнецова. Ребята подготовили творческие номера во всех конкурсах направления. Нам очень приятно, что ребята не остаются в стороне, участвуют. И то, что с каждым годом участников становится все больше и больше. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклик, Республика. Всегда рискуй с тобою, чтобы жизнь не спасти. Чувашия присоединилась к Всероссийскому субботнику. Экологическое мероприятие прошло в поддержку онлайн-голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году по региональному проекту формирования комфортной городской среды. Чистота – залог здоровья. Всероссийская акция собрала на территориях парков, садов, скверов и других любимых мест отдыха всех, кто неравнодушен к экологической безопасности. Всероссийский экологический субботник – замечательная идея. Надо ее постоянно продлевать, продлевать, продлевать. Да и вообще приятно, наверное, просто так прийти, немножко убраться, очистить территорию от мусора и получать большое удовольствие. В Чебоксарах один из массовых субботников прошел на Площади Победы в Юго-Западном районе, где в прошлом году в рамках нацпроекта были проведены работы по улучшению пространства. Это наша родная территория. Эту территорию выбирали наши отцы и деды, начиная с 41-го года. Она всегда была благоустроенная. Здесь очень много деревьев, красивых деревьев. И вот благодаря, наверное, инициативе жителей нашего района произведен ремонт благоустройства этой территории, за что заводчане, в первую очередь, жители Чапаевского поселка, они очень рады, что вот эти территории, они не просто брошены, они благоустраиваются. Дубовая роща в новоюжном микрорайоне Чебоксар только готовится к преображению. Согласно проекту, здесь появятся беговые и велодорожки, которые в зимнее время превратятся в лыжную трассу. Вдоль всей пешеходно-тропиночной сети будут располагаться скамейки и светильники. Работники одного из столичных предприятий вместе с волонтерами привели территорию в порядок. Конечно же, традиционные субботники мы всегда проводим вместе. Поэтому, да, мы здесь, мы сегодня, мы с горожанами, потому что и наши работники являются жителями этого микрорайона. И мы создаем тем самым плацдарм для работы профессионалов по благоустройству рощи. Выбрать места, которые будут благоустроены в следующем году, можно с 26 апреля по 30 мая на сайте 21городсреда.ру. Это очень хорошо, потому что люди сами выбирают, где они могут гулять, отдыхать. То есть, конечно же, каждый хочет в своем районе какое-то благоустройство получить, чтобы было комфортно и с детьми гулять, и вообще самим. Ульяна Пятакова, Надежда Яковлева, Николай Скворцов, Республика. Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Субботник в рамках акции прошел в Заволжье. Всего на территории России появится 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Это скверы, парки, сады, целые леса. В Заволжье в день акции появились 5000 молоденьких сосен на месте горельников 2010 года. Посадка деревьев – один из самых приятных весенних видов работ. Неудивительно, что на субботник пришли целыми семьями. Альтон Алексеевич, много деревьев в твоей жизни посадили? Ой, много. Много, потому что, во-первых, я с самого детства, с пяти лет уже ходил с бабушкой. В Валерию Советского Союза была большая программа по защите аврадов. И вдоль аврадов сажали лесопосадки. А потом ходит уже. И сейчас, когда приезжаю в родные места, вижу вот эти деревья, целые леса выросли. Конечно же, очень приятно. Последующие работы, наблюдения и уход за саженцами, осеннюю инвентаризацию и другие возьмут на себя лесничество. Лесники постоянно будут наблюдать за этим лесным участком. Будем наблюдать, не заболели ли они. Ежегодно мы проводим лесопатологический мониторинг. Ну и при необходимости выполняем те или иные другие защитные работы. Говорят, чтобы обрести душевное спокойствие и тишину, достаточно погулять по хвойному лесу. Будущий сосновый бор будет не просто радовать глаз, но и станет уникальным природным ингалятором, снимающим раздражение и нервную усталость, восстанавливающим дыхательные функции. Екатерина Шеверова, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. В Ижевске состоялось торжественное награждение победителей окружного фестиваля театральной Приволжьи, в их числе студенческие и школьные коллективы из Республики. Благодаря фестивалю, проходящему во всех 14 регионах Приволжского федерального округа, растет интерес к театральному искусству. Театры получают поддержку, признание и благодарных зрителей. Около 5000 человек приняли участие в этом сезоне. Победители в разных номинациях наградили памятными знаками. Они получат целевые гранты на постановку новых спектаклей. Победителем фестиваля и лучшим молодежным спектаклем Приволжского федерального округа становится постановка «Страна слепых» Межвузовского студенческого театра «Априкосовый сад» из Чувашской республики. Постановка «Страна слепых» также отмечена в нескольких номинациях. Лучшим режиссером стал Дмитрий Миронов, лучшим актером – Александр Чернов, лучшей актрисой – Кристина Никифорова. Молодцы, ребята, здорово. Спасибо большое, молодцы. Действительно, получилось. Уже поняли. В детско-возрастной группе спектакль театрального коллектива «Станиславский.ком» «Оскар и розовая дама» занял третье место. Я вообще не понимала сначала, как нужно играть мальчика, который скоро… Ну, потому что я это в жизни никогда не переживала, и как бы, надеюсь, там не переживу. Со временем, с репетициями я уже поняла, что это вообще за персонаж, и начала его уже как-то погружать в себя немножко. В регионах по телевизионным каналам пока что лучшие спектакли и детские, и молодежные. И на больших сценах в регионах пройдут спектакли, ребята. Для них, конечно, это, я думаю, что очень важно – видеть себя и видеть свое будущее, продвижение и внимание к себе. Как будет дальше развиваться проект, в ближайшее время обсудят по видеоконференц-связи со всеми главами регионов округа. Но старт новому сезону театрального фестиваля уже дан, и это главное. Инасия Потапова, Республика. От классики до современности в столице Чувашии завершился 25-й международный балетный фестиваль. Формат гала-концерта позволяет показать поклонникам этого вида искусства самые лучшие балетные номера. Открытием фестиваля стал дуэт лауреатов международных конкурсов Елены Черновой и Андрея Сорокина из Санкт-Петербурга. Особая легкость и чувственность артистов заставили зрителей по-новому взглянуть на известные фрагменты из спектаклей «Сильфида» и «Дон Кихот». Артисты Чувашской труппы, в свою очередь, представили отрывки из классического балета «Корсар». Гала-концерт был достойный фестиваля и отражающий его природу, его программу, потому что была классика, причем классика разная, романтическая классика, классика академическая. Были современные такие интересные вещи, была, вот мне очень понравилась «Грампа звезд», я его раньше не видела, стилизация вот такого старого балета «Петипа», очень красивая, культурно сделанная. В афише фестиваля было семь спектаклей, два творческих вечера и ни на одном представлении не было свободных мест. Жители республики соскучились по вечерам, наполненным высоким искусством. Это главные новости понедельника, 26 апреля. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин